Как говорят мастера фэн-шуй, 28 эта цифра означает «быстрый день». В общем, программа, какая сегодня программа, я почитаю аффирмации из книги Натальи Правдиной «Азбука успеха от А до Я», потом «Веление» из книги «Секреты процветания» Марк Профит и Элизабет Профит, и пару глаз из моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Ну что, аффирмации я читаю с 27-й страницы. Я настраиваю свое сознание на психологию богатства. Я благословляю свои счета с любовью и оплачиваю их с радостью. Я принимаю все ценности и богатства этого мира прямо сейчас. Благодарю тебя, богатство! Я богата богатством бога. Меня окружает атмосфера роскоши и богатства. Я взращиваю внутреннее изобилие в своем сознании и притягиваю в жизни смертные богатства. Богатство – норма моей жизни. Богатство – норма моей божественной жизни. Я безгранично богата. Я излучаю энергию богатства, радости и любви. Я выбираю счастливую и богатую жизнь. Богатство – моя сила. Я богата. Мой путь приводит меня к наслаждению богатством, радостью, гармонией, силой и процветаниям, так как это именно то, во что я выбираю верить. Я расширяю свой внутренний банк богатства. Я радуюсь и благословляю богатство. Мое богатство безгранично, как вселенная. Я выбираю психологию богатства. Я принимаю богатство. Я воплощение богатства и успеха. Силой своей веры и любви, силой своего намерения я притягиваю в жизнь богатство, процветание и счастье. Сейчас я закладываю фундамент своего будущего, воснословного богатства и навышимого процветания. Я сильная, преуспевающая и богатая. Я наслаждаюсь жизнью, я восхищаюсь миром, я радуюсь богатству. Я излучаю богатство и процветание. Все, что я делаю, ведет меня к богатству и процветанию. Я создана для богатства. Я распространяю вокруг себя энергию богатства. Я программирую себя на богатство. Мой мир наполнен всеми возможными благами и богатствами Вселенной. Я очищаю свое сознание от психологии бедности. Я богата и счастлива. Я утверждаю свое право на богатство, процветание и изобилие во всех его проявлениях. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение. Я принимаю богатство. Я становлюсь богаче с каждым днем. Я сознательно и твердо выбираю для себя богатство. Я неотразима, привлекательна для богатства. Я получаю богатство от высших сил. Я позволяю себе принять богатство. Я выбираю богатство изобилия и уверенность в своих силах. Я богата сейчас и всегда. Разумная Вселенная дает все, что мне необходимо в нужное время и в нужном количестве. Вселенная знает, что мне нужно и удовлетворяет все мои потребности. Я с благодарностью принимаю все, что дает мне Вселенная. Моя жизнь благословлена и поддерживается небесами сейчас и всегда. Любовь всегда со мной. Я излучаю любовь, внимание и доброжелательность к людям. Божественная любовь всегда защищает и охраняет меня. Я божественное воплощение любви и счастья. Меня все любят и я люблю всех. Любовь, счастье и благополучие постоянно приходят ко мне. Я расслабляюсь и наслаждаюсь новой жизнью. Вся любовь Вселенной для меня. Я изотворение высшего счастья и божественной любви. С каждым днем моя жизнь улучшается, а моя любовь расцветает. Я открываюсь в всепроникающей энергии любви и излучаю любовь и счастье. Я бессмертное создание, радостное, свободное и богатое. Я чудо мира, я достояние мира, я дам Божий. Страница 73-я, книги «Секреты и процветания», 9 шагов осаждения, Сен-Жермен. Алхимия – это наука мистиков и сильная сторона самореализованного человека, который после долгих поисков открыл свое единство с Богом и готов исполнить свою роль. Сен-Жермен. Свет – это алхимический ключ. Слова «Да будет свет» являются первым повелением и творением, и первым шагом к правильному осаждению, материализации. Утверждение «Да будет свет». «Да будет свет там, где я есим то, что я есим». «Я есим» жизнь, что Бог направил, правда свет во мне пылает, дай Господне совершенство, от разлада избавляй. «Я есим» жизнь, что Бог направил, правда свет во мне пылает, дай Господне совершенство, от разлада избавляй. «Я есим» жизнь, что Бог направил, правда свет во мне пылает, дай Господне совершенство, от разлада избавляй. «Проводи благого плана, укрепи меня навеки, я есим» присутствие совершенства, Бог живущий в человеке. «Огонь фиолетовый в сердце, полая любовью, божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное и вечно, да буду созвучен тебе бесконечно». «Огонь фиолетовый в сердце, полая любовью, божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное и вечно, да буду созвучен тебе бесконечно». «Огонь фиолетовый в сердце, полая любовью, божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное и вечно, да буду созвучен тебе бесконечно». «Я есим» жизнь, что Бог направил, правда свет во мне пылает, дай Господне совершенство, от разлада избавляй. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разум разумом света. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разум разумом света. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай, Божий податель насущного хлеба, ум мой напомни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мы разум разумом света. Я есмь неустанная Божья тесница, вечно дружусь, чтоб обеда добиться, великое радость для чистой души, путь срединный смиренно вершить. Я есмь присутствие благое света, столбом опечатай меня светом, что вызван именем Божьим из вознесенных воды к огня, пусть мой храм всегда хранит от раслады, чтоб послал мне желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне, буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этот пламенный сталь. Я есмь присутствие благое света, столбом опечатай меня светом, что вызван именем Божьим из вознесенных воды к огня, пусть мой храм всегда хранит от раслады, чтоб послал мне желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне, буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенным сталь. Я есмь присутствие благое света, столбом опечатай меня светом, что вызван именем Божьим из вознесенных воды к огня, пусть мой храм всегда хранит от раслады, чтоб послал мне желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне, буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенным сталь. А сейчас я прочитаю глава 15 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Статьяна Салманна Макдув сайфует денежный магнетизм. Я магнит для денег. Жизнь полна изобилия здесь, сейчас и всегда, где бы вы ни находились, к нему нужно только подключиться. Сен-Жермен. Действительно ли я могу стать денежным магнитом? Безусловно, можете. Все в этом мире пронизано магнетизмом. Сама Земля является огромным магнитом, да и наше тело – источник электромагнитной деятельности и обладает силой притяжения. Все мы излучаем вибрации и энергию. В зависимости от качества этой энергии, мы притягиваем к себе все события, а также деньги, изобилие и богатство. Кто-то привлекает большие деньги, купается в изобилии, кто-то маленькие. Кто-то настроен в унисон с богатством. У того оно есть. Кто находится на другой частоте, не попадает на нужную волну, тому приходится оперировать маленькими суммами. Кто-то мыслит масштабно, а масштабно ориентированно на вибрацию больших чисел, кто-то нет. Мелкие цели и маленькие потребности и желания притягивают соответствующие суммы и возможности. Все зависит от вас. Вы притягиваете к себе то, на что вы настроены. И чем больше вы настроены иметь что-либо, тем сильнее вы притягиваете это в свою жизнь. Как пишет известный психолог, прекрасная и удивительная женщина Луиза Хейт, если вы хотите, чтобы процветание вошло в вашу жизнь, надо просто открыться божественному источнику изобилия. Получается, когда мы настраиваемся на богатство изобилия, мы начинаем излучать вибрации и открываем канал, который и соединяет нас с источником изобилия. Настраиваясь на процветание, мы начинаем притягивать к себе деньги и всяческие блага. Становимся денежным магнитом и привлекаем к себе вещи и обстоятельства, которые соответствуют нашим вибрациям. Излучая успех и процветание, мы автоматически привлекаем их в свою жизнь. Поэтому самое главное настроиться на правильную волну и излучать положительные вибрации. Надо учиться настраиваться и впитывать в себя эту энергию. Многие богатые и знаменитые люди знают об этом и, будучи еще только на пути к своему успеху, настраиваясь и впитывая энергию богатства и изобилия. Известный писатель и психолог Джон Кеха, о котором мы с вами уже говорили, будучи только на старте своей карьеры, специально ходил в дорогие пятизвездочные отели и впитывал энергию богатства и роскоши. Однажды, проходя по коридору отеля, он заметил открытую дверь и увидел номер, который состоял из нескольких комнат. У него возникло огромное желание в один прекрасный день иметь возможность останавливаться именно в таких номерах. Шикарных, просторных и удобных. Однако все, что он мог себе позволить, это снять этот номер на одни сутки, чтобы почувствовать атмосферу роскоши. Он сделал это. И что вы думаете, всего через несколько лет он уже мог себе позволить останавливаться в самых дорогих отелях мира и жить в президентских апартаментах? Невидимый духовный мир является источником бесконечного изобилия. Когда вы подсоединяетесь к этому источнику бесконечного изобилия, вы тоже становитесь бесконечно богатой. Хансен и Алан Кстати, именно этот удивительный пример вдохновил меня осознанно ходить в дорогие отели, кафе и другие места, которые являются олицетворением богатства и изобилия. Конечно, я и раньше бывала в них. Но теперь я делаю это совершенно иначе. Заходя в отель, в дорогой ресторан или ювелирный магазин, я наслаждаюсь, настраиваюсь и впитываю роскошь, великолепие и богатство этих мест. Теперь, заходя в банк, я думаю не только о том, что мне надо просто произвести какие-то денежные операции, но и о том, что это место, где имеются крупные, даже очень крупные суммы денег. Проходя мимо бизнес-центра или дорогого особняка, я стала задумываться, а сколько он может стоить. Мне вспоминается водитель, который подвозил меня до Эрмитажа в Санкт-Петербурге. На вопрос, куда я еду, я ответила, что в золотой форт наслаждаться золотом, бриллиантами и другой роскошью царей, а также впитывать их. На что он очень оживился и удивленно спросил, ну да, а как это? Это правда или вы шутите? Я ответила, что это правда и я не шучу. Тогда он спросил, а можно с вами? И добавил, что летом, да еще в разгар дня, вряд ли можно купить себе билеты в золотой фонд. Мол, приезжать надо с раннего утра, чтобы полюбоваться драгоценностями. На что я ответила, что намерена это сделать и, конечно, для меня будет билет. А как вы думаете, удалось мне попасть в золотой фонд в этот день? Как сказала наш экскурсово, просто удивительно, первый раз за все лето перед самой экскурсией были билеты в продажи. Сегодня какой-то волшебный день. Обычных продажей билетов не бывает. Идут только группы по предварительным заявкам. А я подумала, как приятно, когда все получается, что позитивный настрой, сила мысли и вера работают просто великолепно. Я являюсь магнитом для больших денег, изобилия и процветания. Мне всегда везет, у меня все получается. Мне все рады, меня все любят и помогают мне во всем. Повторяйте эту волшебную формулу как можно чаще и посмотрите, что будет происходить. Четкое видение добра, которое вы можете сотворить, имея деньги, будет притягивать к вам материальное благо. Следующая глава моей книги, глава 16, страница 145. Я решила стать богатой. Вы действительно хотите позитивных изменений в своей жизни, хотите жить все иначе, но учитесь смеяться. Улыбнитесь прямо сейчас, вспомните что-нибудь веселое, пусть вам будет смешно. Проведенные опросы показывают, что из всех эмоций большинство людей ценит чувства, вызывающие смех. Дело в том, что смех оказывает удивительный эффект на весь организм и стимулирует иммунную систему. Поэтому как можно чаще рассказывайте смешные истории, анекдоты и случаи. Пусть вам и всем окружающим будет смешно. Если ты смеешься, то весь мир смеется вместе с тобой, гласит известная поговорка. Как только вы почувствовали, что ваше настроение ухудшается, вспомните проверенную столетиями мудрость, которая гласит, все проходит и это пройдет. Помните, что смех и радость продлевают жизнь. Поэтому улыбайтесь, смейтесь как можно чаще. Возрешите себе мечтать. Ведь из нашей самой большой и, казалось бы, нереальной мечты формируются наши желания. Затем мы ставим перед собой определенные цели и постоянно, шаг за шагом, двигаемся к их реализации. Я желаю, чтобы ваша мечта была очень высокой и светлой, несла добро и радость всем людям, всему миру. И тогда вы будете счастливы и богаты и станете процветающим человеком. Предлагаю вашему вниманию веселое стихотворение, навеянное Школой волшебников. Читайте и улыбайтесь. Сегодня я меняю круто жизнь. Я решила стать богатой, чтобы счастье, смех и радость наполняли мою жизнь. Чтобы счет с восьми нулями, путешествия, друзья, искрененные таланты, виллы, яхты и парше. Я действительно решила и настроена иметь. Все себе я сотворю и взволнованно кричу. Я готова, я лечу. К счастью и богатству. Благодарю, благодарю за все. Теперь же волшебство за меня обыденная вещь. Ах, какая благодать! Ну и что еще мне пожелать? Теперь я все могу. А сколько счастья и добра могу дарить я миру. В нас расцветает то, что мы питаем. Таков вечный закон природы, Гетта. Ну что, друзья мои, еще одну главу. Или завершаем. Это студия, творческая студия позитивного мышления и силы мысли. Татьяна Салмановна и Макту, сайт Дин. Сейчас я тут полистаю. Возможно, еще главу одну прочитаю. Давайте форзацы. Я еще почитаю мои такие очень красочные, шикарные форзацы. Вы человек особенный и уникальный. Ощутите себя избранным судьбой. Вам подвластны любые дела. Вам подвластны все. Для вас нет ничего невозможного. Верьте в себя, в свою уникальность. Вступайте смело, и перед вами будут скрываться любые двери. Вы достойны богатства и процветания. Поверьте в это, поставьте цель и докажите себе и всем, что вы могущественны и можете все. Применяйте полученные знания, духовные истины, накопленные веками, а также силу вашей мысли, силу сознания и подсознания, позитивное мышление. Верьте в себя и действуйте, действуйте, действуйте. И не отступайте ни на шаг. Только вперед, только так, и никак иначе. Будьте настойчивы, будьте смелыми, будьте сильными. Идите смело, ибо вы могущественны и можете все. Вас ждет достойная награда и процветание. Что, давайте еще первую главу. Первая глава, она такая, в общем... Глава первая моей книги. Тайная психология денег, секрет богатства и процветания. Мы сами творим свою судьбу. Я рождена, стань богатой. Когда все вокруг говорят, это невозможно сделать, человек с дисциплинированным сознанием отвечает, да, это уже сделано, Джонеф Мерфи. Это, знаете, это, наверное, одна из любимых моих стат вообще из книг, если не самая любимая. Если весь мир говорит, что это невозможно, человек с дисциплинированным сознанием отвечает, да, это уже сделано. Это просто шикарно, великолепно, сказочно, просто божественно, феерично. Ну что, глава первая, страница девятая. Почему одни люди богатые и процветают, а другие нет? Наверное, те, кто процветают, знают что-то, что неведомо остальным. А может быть и ведомо, но они не применяют это в своей жизни. Оказывается, за богатством, процветанием стоят секреты, определенная психология и менталитет, духовные истины, законы и тайны. Деньги, богатство и процветание имеют свою психологию. А самое интересное и захватывающее заключается в том, что мы можем выбирать то, что захотим, друзья мои. Можем выбрать страдания, а можем изобилие и процветание. Человек спрашивает, Господи, скажи, если ты всемогущ, почему в мире так много несчастья, бонь, бедности, нужды и ненависти, а Всевышний ему отвечает. Если вам все это не нравится, почему вы тогда боюете, убиваете, ненавидите и лжете, думаете о нужде и бедности, тем самым привлекая это в свою жизнь. Каждый человек рождается уникальным. Я даровал всем свободу выбора. Каждый волен выбирать то, что захочет. Так оно и есть. Все в жизни зависит от нашего выбора. Захотим, будем смеяться. Захотим, и у нас будет праздник. Почему бы и нет? Ведь что такое праздник, хорошее настроение, радость, веселье? Это наши эмоции. А что такое эмоции? Это наши чувства. А чувства – это всего лишь наши мысли, которые мы вольны выбирать сами. А можем выбрать богатство и процветание. Почему бы и нет? Вы хотите стать процветающим человеком? Скажите «да», а еще увереннее. А как вы понимаете, кто такой процветающий человек? Процветающий человек – это человек, который богат и имеет деньги. Да, но не только. Это человек, который живет в гармонии с собой, с окружающим миром. Он здоров, счастлив, успешен и имеет время наслаждаться своим процветанием. Правда заманчиво? И кажется, как-то нереально. Иметь деньги – это одно. Но чтобы быть счастливым, здоровым, успешным и жить в гармонии с собой, с окружающим миром – именно так. Кстати, таких людей становится все больше и больше. Как же достичь такого прекрасного состояния? А начать необходимо за знание того, что сила и энергия, чтобы стать богатым и процветающим, находятся внутри каждого из нас. И этот источник имеет духовную основу. Великая сила предоставила нам средства, слова, мысли и воображения для достижения всего, что нам необходимо. Нам предоставлена полная свобода. Мы сами творцы своей жизни и своего мира. Каждый человек рожден, чтобы быть счастливым и процветающим. И вы в том числе. Наше благосостояние, счастье и наличие денег в нашем кошельке напрямую связано с теми мыслями и чувствами, которые присутствуют у нас, а также с образом нашего мышления, что мы думаем, что чувствуем, во что верим, такова и наша жизнь. Наши мысли и слова материальны. Процветание и богатство – это состояние нашего ума. Необходимо осознать и принять тот факт, что вы достойны процветания, а также создать в своей душе спокойствие и уверенность, зная, что жизнь готова подарить вам богатство и изобилие всяческих благ. Но сделать это она может только с вашего согласия. Каждому дарову на право выбирать то, что он хочет и какую жизнь иметь. Очень многие считают, что они недостойны лучшего, и очень жаль. А именно поэтому богатство обходит их стороной. Вы хотите жить лучше, но чего-то ждете. Но это все равно, что ждать автобуса на улице, по которой он не ходит. Точно так же процветание вдруг не появится, потому что золотая дверца открывается только с вашей стороны. Когда человек осознает, что он творит своего мира, что в его власти пойти любой дорогой, он решает и уверенно открывает эту дверь, ведущую к процветанию и изобилию. Вот тогда богатство начинает появляться. Закон таков, что вы выбираете для себя, то и будете иметь. Очень многие богатые и процветающие люди во всем мире убедились в этом на своем опыте. Теперь ваша очередь. Вы рождены, чтобы стать богатым и процветающим. Откройте для себя волшебную дверцу в мир изобилия. Сделайте свой осознанный выбор, друзья мои. Тогда процветание появится, найдет вас. У него не будет другого выхода. Вы, наверное, слышали фразу «богат, как Рокфеллер». Да, действительно, Джон Рокфеллер был один из богатейших людей своего времени. Но мало кто знает, что он добился всего сам. Его богатство было заложено сначала в его сознании, в его убеждении и вере. Будучи еще бедным клерком, Джон Рокфеллер страстно говорил и утверждал, «Я обречен стать богатым». Откуда у него была такая уверенность, что он просто обречен стать богатым? Он знал, что богатея выполняет свое божественное предназначение. Он считал, что богатство – это не привилегия, это его долг. Он верил в то, что богатство – это огромное благо. И оно приходит для того, чтобы творить добро. Когда Рокфеллера спросили, в чем секрет его успеха, как ему удалось практически с нуля самому так сказочно разбогатеть, он ответил, «Бог дал мне мои деньги». Именно так. Он считал себя избранным, считал, что иметь деньги – это хорошо. Он верил в то, что просто обречен стать богатым, любил деньги, стал перед собой целью и достигал их. А главное – ощущал себя избранником Божиим. И, конечно, зная и соблюдая духовные законы, он начал помогать бедным и нуждающимся с ранних лет, с первых своих заработанных грошей, и делал это всю жизнь. Он выбрал для себя богатство, разрешил себе стать богатым, считал себя достойным огромных денег, поэтому стал одним из богатейших людей в мире. Деньги появились у него в огромном количестве. Страстное желание стать богатым, вера, соблюдение духовных законов, любовь к деньгам, постановка целей, достижение их, благотворительность, помощь бедному нуждающимся, привели Рокфеллера к огромному богатству. Кстати, в слове «богатство» корень «бог». Получается то, что богатство от Бога, именно деньги, иметь деньги и быть богатым – это хорошо, замечательно, духовно, а в бедности ничего хорошего нет. Объявите себя богатым и процветающим, и вам ничего не останется, как соответствовать этому образу, так как вы будете излучать вибрации и посылать в нее энергию, которая поможет вам стать богатым. Ваши мысли будут воздействовать на ваши чувства, и вы начнете действовать соответственно. Сделайте свой выбор и скажите, «Я выбираю новую жизнь, полную счастья, процветания и богатства. Я открыта и готова принять это в свой мир. Я достойна всего самого лучшего, что может предложить мир. Я рождена стать богатой. Да будет так. Так оно и есть, и мой выбор – священник». Кстати, Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, учащийся в школе, уверенно заявил своему другу о намерении стать как с 20 годами миллионером. Если вы хотите стать миллионером, так и скажите, заявите, провозгласите, объявите себя достойным богатством. Ощутите себя избранным судьбой. Вам доступно все, для вас нет ничего невозможного. Ступайте смело, и перед вами будут открываться любые двери. Вы достойны богатства и процветания. Поверьте в это, поставьте цель и докажите себе и всем, что вы могущественно и можете все. Мне знаком бизнесмен, который во время семейного торжества сделал такое заявление и готов стать миллионером. Его благосостояние стало стремительно расти. Буквально в течение года его доход увеличился в 4 раза. Он уверенно движется к своей цели. Отправной точкой он считал то уверенное эмоциональное заявление. Только, пожалуйста, не подумайте, что, сказав это, он сел на диван и стал ждать миллионов. Конечно, нет. Он все продумал, открыл свой бизнес, ставит перед собой цели, достигает их, постоянно расширяет свой бизнес и таким образом уверенно движется к своей мечте. Нет ничего, что ты не можешь иметь, если ты это выберешь. Пишет так Дональд Волш. В мире очень много богатых, успешных, процветающих людей, которые добились этого сами. Званы состояния не зависят от образования или каких-то условий. Важны ваши намерения, сильное желание, вера, а также то, что вы закладываете в свое сознание и подсознание. Поэтому, если вы приняли решение, не имеет никакого значения, кто вы, где живете, какое у вас образование, сколько вам лет, сколько у вас денег и есть ли они вообще. Важно другое, как сильно вы хотите изменить свою жизнь, во что вы верите, как любите себя и мир, и готовы ли действовать, и сколько готовы заплатить оплатой, будет ваше упорство, настойчивость и дисциплина. Когда человек принимает осознанное решение изменить свою жизнь и начинает жить по законам мироздания, все силы Вселенной начинают помогать и оказывать поддержку на его пути, запуская невидимые процессы, которые и приведут вас к процветанию. Чем духовнее развит человек, тем он богаче, и его богатство не зависит от состояния экономики, страны или чего-то еще. Для него это становится естественным процессом. Только живя в гармонии с собой и со всем миром, человек приобретает, а главное обладает силой и поддержкой, приумножить и удержать свое богатство и материальные блага, а главное стать процветающим. Еще раз повторю эту фразу. «Только живя в гармонии с собой и со всем миром, человек приобретает, а главное обладает силой и поддержкой, приумножить и удержать свое богатство и материальные блага, а самое главное стать процветающим». «Вера в себя». «Верьте в себя, ибо вера ваша подкреплена верой вас и благословением той силы, которая создала вас и весь мир». «Ну что, друзья мои, еще одну главу или взять книжку, где-то она у меня в моем гранд-ресторанте, или здесь я положила для дизайнов, дала анонс книги Санлайта, или еще почитаю книжку Санлайта. Ну хорошо, есть ли она там где-то в такой доступности? Сейчас я посмотрю. Ну что, у меня еще несколько книг, а так я собираюсь вас, в общем, показать вам мои книги, мои библиотеки. Она такая шикарная, в принципе, не очень, супер большая, ну в общем, шикарная, что я библиотека. Ох, значит так. Ну что, ну а как привлекать Денис, Джозеф Мерфи, время любви, как раскрыть женственность и пробудить страсть, энергии и изобилия Санлайта, вселенная радости. Ну что, Санлайта, я думаю, почитаю я Порше Санлайта, да. А так, конечно, ну это топ-топ, конечно, топ-топ. Джозеф Мерфи, научные молитвы Джозефа Мерфи и вообще книги Джозефа Мерфи. Это отдельно, в общем, это, наверное, мой самый любимый автор. На первом месте? Он, наверное, на первом месте. Давайте я вам почитаю несколько страниц из его книги. Как привлекать деньги? Джозеф Мерфи. Книжечка, в принципе, такая, она не очень большая. Быть богатым – ваше неотъемлемое право. Вы имеете полное право быть богатым, жить в доставке, излучая счастье и успех. Деньги нужны нам для того, чтобы освободиться от времени бедности и ограниченности. В бедности, на самом деле, нет добродетели. Она подобна умственному расстройству, от которого нужно лечиться. Точно так же, как любой другой болезни. Мы пришли на Землю, чтобы раскрывать собственные возможности и таланты, а также расти и развиваться не только духовно и умственно, но и материально. Каждому от рождения дано неотъемлемое право самовыражаться во всех направлениях, окружать себя красивыми вещами и предметами роскоши. Затем, зачем довольствоваться малым и жить от зарплаты до зарплаты, если можно открыть бесконечный источник богатства. В этой книге я расскажу, как подружиться с деньгами, чтобы никогда не знать недостатка. В вашем естественном желании стать богатым, счастливым, успешным нет ничего плохого. Наоборот, оно дано свыше, послано космической силой. Посмотрите на деньги по-новому. Познайте их истинную функцию. Служить единице обмена. Вы можете обменять деньги на свободу от бедности и нищеты, приобрести на них красивые вещи и предметы роскоши. Сейчас, когда вы читаете эти строки, у вас могут возникнуть такие мысли. Я бы хотела, чтобы у меня было больше денег, или я достойна более высокой зарплаты, чем получаю. Я согласна с теми людьми, которые считают, что их работа часто недооценивается. Но почему же так получается? Одной из причин является неправильное отношение к деньгам, а точнее, тайное или явное пренебрежение ими. Многие считают деньги презренным металлом или уверены, что корень всех зол есть серебролюбие. Иногда в подсознании закладываются мысли, что бедность все-таки есть добродетель, который также становится камнем предкотовения на пути к процветанию. Такая неправильная установка может быть навязана человеку с детства. Основываться на предрассудках или неправильном понимании Священного Писания. Бедность – это никакая не добродетель, а душевное заболевание. Согласитесь, если вы чувствуете себя плохо физически, то начинаете волноваться и стараться найти причины болеть. Вы обращаетесь к врачу или пробуете лечиться самостоятельно. Точно так же нужно искать помощи, если вы стали замечать, что в жизни нет доставка. Это тревожный симптом, означающий, что с вами не все в порядке, что-то не так. Это пятая страница книжки Джора Фомерфи «Как привлекать деньги». Деньги – это только символ. На протяжении столетий они принимали самовым разнообразную формулу. Соль, бусины, всевозможные безделушки. В самом начале нашей эры богатство измерялось количеством овец или буков. Но со временем форма расчета становилась все более удобной. Согласитесь, гораздо легче выписать чек на нужную сумму, чем платить за собой стадо овец. Запомните, Господь не хочет, чтобы вы жили в жалкой лачуге и голодали. Наоборот, Он желает видеть вас счастливыми, успешными и богатыми, потому что самому Всевышнему сопутствует успех во всех его начинаниях, будь то сотворение новой звезды или вселенной. В желании, к примеру, совершить кругосветное путешествие или изучать историю современного искусства, получить еще одно высшее образование или выбрать для детей лучшую школу, нет ничего предосудительного. Ведь вы, как любящие и заботливые родители, хотите, чтобы ваш ребенок с детства был окружен красивыми вещами, научился оценить прекрасное, наслаждаться гармонией и непосторимостью мира. Вы пришли в мир, чтобы побеждать и преодолевать все трудности на пути к успеху, в полной мере развивать свои способности и таланты. Поэтому, если чувствуете, что постоянно не хватает денег, не сидите, сложа руки. Пришло время действовать. Немедленно отбросьте все предрассудки насчет денег. Никогда больше не относитесь к ним, как к чему-то грязному или плохому. Такой подход к богатству приводит к тому, что оно просто испаряется и исчезает, потому что мы неизбежно теряем то, что осуждаем или презираем. Представьте себе, что нашли месторождение золота, серебра, свинца, меди или железа. В этом есть что-нибудь плохое? Все, что творил Господь, прекрасно. Зло исходит от недостаточного, глубокого или неправильного понимания закона в жизни или неразумного использования человеческой силы, данной ему Богом. Уран, свинец или любой другой металл можно использовать как денежную единицу, то есть как средство обмена. В нашем обществе принято рассчитываться бумажными деньгами и чеками. Думаю, что со мной вы согласитесь, что ни в них самих, ни в бумаге, на которой они сделаны, нет ничего плохого. Ученые физики установили, что различие между металлом состоит в количестве электронов в ядре и скорости их вращения вокруг центра ядра. С помощью специального циклотрона можно бомбардировать ядро, превращая таким образом один металл в другой. Например, из золота можно получить и ртуть. Недалек тот день, когда любые металлы можно будет получить в лабораторных условиях. Это страница седьмая, так сказать, синтетически. Не знаю, как вы, я лично не вижу ровным счетом ничего плохого в электронах, нейтронах, протонах и изотопах. Подумайте, купюра в нашем вашем кармане – это всего лишь кусок бумаги, который тоже стоит из электронов и протонов. Он отличается от серебряной монеты только количеством и скоростью движения этих частиц. Многие возразят мне, но люди воруют и убивают из-за денег. Из-за них совершается бесчисленное множество преступлений. От этого деньги не становятся сто. Проблема заключается в том, что мы часто используем деньги не на благо, а во вред. Например, заказчик дает киллеру 5000 долларов за убийство, но можно использовать неправильно, с оглом, умыслом, все, что угодно. С помощью электричества можно убить человека или осветить дом. Можно напоить ребенка водой или утопить его, опогреть дитя или сжечь. Если, например, взять горсти земли и положить в чашку с кофе, то это вам не понравится. Но ведь ни в земле, ни в кофе нет ничего плохого. Значит, проблема в другом. Земле – место в чашке. Она должна быть на грядке или в саду. Точно так же, я думаю, вы не обрадуетесь, если вонзить в булавку, не в подушку для иголок, а в палец. Не в силах природы, ни в ее явлениях нет ничего плохого. Мы сами заставляем их приносить пользу или, наоборот, вред. Кто-то как-то, как-то незнакомый, сказал мне, «Я разорю, ненавижу деньги. Это корень всех зол». Если вы считаете, что деньги важнее и превыше всего, то вскоре в жизни начнет преобладать материальная сторона и равновесие нарушится. Научитесь мудро использовать силу своих желаний. Один стремится к власти, другой – к богатству. Многие позволяют жажде денег и наживы полностью овладеть собой. «Я хочу стать, скажем, богатым, а ради этого сделаю все, что угодно», говорят они, забывая, что не хлебом одним будет жить человек. Матфея 4.4 «Огромное состояние не принесет счастья и радости, если в жизни нет душевного спокойствия и гармонии». Это страница 9. «Огромное состояние не принесет счастья и радости, не принесет счастья и радости, В этой книге всего 90-92 страницы. Слышка такая небольшая. Ну что, страница 91. Всем нам дана возможность выбирать. Выбирайте счастье, здоровье, любовь, богатство. И представьте себе, что все это стало реальностью. Все богатства небес, спокойствие, радость, любовь, дружба, вдохновение, добро, изобилие находятся внутри вас. И ждут только того мгновения, когда вы их обнаружите. Шикарные слова. Выбирайте счастье, здоровье, любовь, богатство. И представьте себе, что все это стало реальностью. Все богатства небес, спокойствие, радость, любовь, дружба, вдохновение, добро, изобилие находятся внутри вас. И ждут только того мгновения, когда вы их обнаружите. Текст читала Татьяна Салмановна Макту Сайфуди. Текст читала Татьяна Салмановна Макту Сайфуди. Ну, ах, сейчас Татьяна Салмановна вам еще добавит про трепетные прикосновения. Ну, это будет в следующей серии. Трепетные прикосновения и объятия. Татьяна Салмановна взяла книжку «Время любви в руки. Как рассказать женственность и пробудить страсть? Как практиковаться в любовном прикосновении реки любви?» Возбуждайте партнера любовью. Научите ваши руки языку любви. Да, это страница, какая тут страница, книжка «Время любви». Тут и про объятия, про прикосновения. Ну, это смотри. В следующих сериях студии позитивного мышления и силы позитивной мысли.